Здравствуйте! В эфире нашей телекомпании ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Первый рабочий день подошел к концу и мои коллеги готовы рассказать зрителям о том, какие события произошли в Рязани. Коротко о главном. Юбилей старейшего вуза региона Рязанский государственный университет отпраздновал свое столетие. Тополины хруста рязанцы беспокоятся о сохранности своего здоровья и целости имущества, над которым, кстати, угрожающе нависают старые деревья. Снегопад в выходные дни стал причиной нескольких крупных дорожных происшествий. Старейший вуз региона на протяжении всего года проводил различные юбилейные мероприятия. Повесили часы с обратным отсчетом до знаменательного дня, установили памятник Шурику и Лидочке на территории главного корпуса, организовывали баллы. И вот где Никс настал, в пятницу в областной филармонии прошел концерт, посвященный столетию, со дня основания Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Рязанскому государственному университету исполнилось ровно сто лет. За вековую историю РГУ переживал множество взлетов и падений. Во время Великой Отечественной войны вуз переехал в Шацк, а в самом здании находился госпиталь. После военной годы университет занимался восстановлением своей материальной базы, а в 1985 году вузу присвоили имя великого русского поэта Сергея Есенина. Университет вносит весомый и постоянно возрастающий вклад в развитие и модернизацию социально-экономического комплекса региона, ускорение интеграции реального сектора экономики, высшего профессионального образования и науки. С юбилеем вуз поздравил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Действительно, сегодня университета такая знаменательная дата, 100 лет. И весь город, и вся Рязанская область вместе с вами отмечают этот день. Это старейшее высшее учебное заведение на Рязанской земле, действительно, с богатой историей, с богатыми традициями. Рязанский пединститут, затем университет, всегда славился талантами, творческими, инициативными, неординарными людьми. Я думаю, что и сам великий поэт, наш земляк Сергей Есенин, имя которого носит университет, с удовольствием здесь бы учился, если так, гипотетически представить его в нашем времени. Верной традициям, заложенным в начале прошлого века, университет превратился сегодня в крупнейший и динамично развивающийся образовательный и научный центр Рязанской области. За время существования в стенах университета подготовлено свыше 75 тысяч специалистов гуманитарного, естественно-научного, правового и экономического профиля. В Рязанском медуниверситете открыли стеллу «Я люблю РязГМУ». Новые стеллы символизируют любовь студентов и преподавателей к родному вузу, который в эти дни празднует 65-летие на Рязанской земле. Ирина Ковалева расскажет обо всем подробнее. В этом году один из крупнейших вузов города – Рязанский государственный медицинский университет – отмечает свое 65-летие. Но чем не повод для признания в любви? Так посчитало и руководство вуза. По случаю юбилея был запущен проект «12 поводов любить РязГМУ», в рамках которого 19 декабря состоялось открытие вот такого позитивного арт-объекта, символизирующего любовь студентов, преподавателей, да и всех рязанцев к этому современному технологичному университету. Наш университет любит, мы любим Рязань, и поэтому мы добиваемся хороших результатов нашей работы. Мы развиваемся, мы двигаемся вперед. На торжественном открытии стеллы присутствовали студенты и преподаватели вуза, а также почетные гости. Среди них Николай Булаев, член Совета Федерации, который выразил благодарность медуниверситету и его преподавателям, а также отметил, что этот вуз пользуется особым доверием у рязанцев. Мне кажется, медуниверситет в Рязани был всегда и абсолютно точно всегда будет. На мой взгляд, с точки зрения карпуса, это самый динамический, развивающийся университет. А с точки зрения студентов, наверное, самая новая национальность. Теплые слова студенты и преподаватели услышали от министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого и заместителя министра молодежной политики и спорта Дениса Бокова. Право открыть Стеллу было предоставлено Николаю Булаеву и Роману Калинину. Однако член Совета Федерации решил, что будет правильнее, если это сделают учащиеся в вузе студенты. Громче, громче, громче! Аплодируем! Я, конечно, не ожидала. Для меня это очень большая честь. Хочу сказать спасибо, что мне предоставили такую возможность. Да, действительно, я люблю Рязанскому и немножко волнительно сейчас, потому что это такое очень важное событие, знаковое. Тем более в преддверии Нового года, когда такое волшебное настроение и такие чудеса случаются. Сразу же после открытия в небо взлетели воздушные шары в виде сердец, а студенты и гости этого праздника поспешили сфотографироваться на фоне Стеллы. Теперь этот арт-объект станет еще одной достопримечательностью РязГМО, а также символом успеха этого университета. В Рязани уже в шестой раз проходит ежегодная благотворительная акция «Подари детям праздник». Во всех крупных торговых центрах в эти дни можно приобрести и передать адрес на новогодние подарки для воспитанников детских домов Рязанской области. Какой именно подарок станет желанным для того или иного ребенка, указано на обратной стороне детских фотографий, размещенных на новогодних елках. Всего за год реализации проекта для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рязанцы приобрели подарки на общую сумму, превышающую 1 миллион 300 тысяч рублей. Их получили полторы тысячи малышей. В этом году акция проходит не только в областном центре, но и в ряде других муниципальных образований региона. На этой новогодней елке в одном из торговых центров города необычные украшения. Вместо шаров и мишуры – фотографии детей. Все они – воспитанники детского дома. На обратной стороне своей фотокарточки ребята написали скромные пожелания Деду Морозу. В основном это игрушки, которые бы дети хотели получить на Новый год. Осуществить новогоднюю мечту и стать добрым волшебником может каждый рязанец, приняв участие в благотворительной акции «Подари детям праздник». Основная цель акции – все-таки построить такой мостик между ребенком и членом общества. Потому что одной из главных целей является как раз таки то, чтобы человек, который помог ребенку, мог поехать вместе с нами к детям на праздник. И постоянно потом с ним общаться и помогать. Вот, например, девочка Лена, 8 лет девочке, она хочет куклу с соской. То есть ребенок, очень активная девочка. Она в детском доме не так давно, но уже за время общения, которое у нас было, мы поняли, что она очень активная, вообще не сидит на месте. И очень любвеобильная, тянется к людям, обнимается. Очень веселая девочка. Лена получит заветную куклу. Для нее, а также еще для двоих детей, подарки сегодня покупал губернатор Олег Ковалев. Вот так. Миша хочет робот-трансформер. Так. Девочка Лена. Здесь у нас соска. Кукла соска, да? Так. Можем предложить вот такую вот куклу. А где же соска? А вот она. Соска, когда будете вынимать, она будет плакать. Понятно. Ну, очень интересно будет. Красивая кукла. Поет? Хорошо. Эти игрушки отправятся в Костинскую школу-интернат. Но основная идея акции заключается даже не в покупке новогоднего подарка, а в решении проблемы сиротства. Возможно, кто-то, заглянув в глаза детей на фотографиях, захочет стать родителями. Вопрос благоустройства дворов актуален в Рязани не только в теплое время года. К примеру, жильцы одного из домов на улице Строителей столкнулись с такой проблемой, как угроза падения старого тополя на головы прохожим. А предпосылки тому уже есть. Иван Крестьянинов расскажет подробнее. Как фронтовая сводка из разных регионов страны звучат заголовки местных газет. Старый тополь рухнул на припаркованной автомобиле. Из-за падения тополиных веток пострадали люди и так далее. Подобная ситуация произошла и в этом дворе на улице Строителей. Летом этого года от одного из деревьев отвалилась 12-метровая ветка. К счастью, тогда никто не пострадал. Если бы здесь кто-то был, то были бы пострадавшие. Ну, метров так 12. Пока городские власти отчитываются об увеличении зеленых насаждений, жильцы этого дома ищут варианта избавиться от старинных тополей под окнами. Они уже писали не одну бумагу с просьбой спилить старые деревья. Однако опасные тополя и ныне там. В 90-е годы это упал сучок такой большой. И у нас вот гадая труба идет, повредил, все сшибло. Хорошо, до дома это не достало. В администрации города жильцам дома ответили, что деревья растут на частной территории. Горожане проверили по гадастровой карте и выяснили, что тополя все-таки на городской территории. Прикрепив соответствующие документы, они вновь написали главе города, а также губернатору Рязанской области. Да, у нас тут автомобили, у нас тут дети гуляют, как бы и дом уже как бы не новый. Там вот даже повреждения было у соседей, короче, немножечко обломки были. Тополя активно высаживали в середине прошлого века, чтобы в кратчайшие сроки озеленить быстро застраиваемые районы. Деревья неприхотливые и растут быстро. Несколько лет назад, осознав, что тополиные насаждения приносят множество проблем, их начали массово вырубать. Но это скорее о центральных улицах. Когда же рабочие доберутся до окраин или же будут хотя бы реагировать на подобные ситуации, неизвестно. Спортивная одежда, обувь, наручные часы и DVD-диски сомнительного происхождения и качества были изъяты полицейскими в ходе рейда по выявлению реализации контрафактной продукции. За прошедшие выходные сотрудники полиции выявили в Рязани области 22 таких нарушения. Подробнее в сюжете. В Рязани полицейские выявили 6 торговых заведений, в которых реализовывали DVD-диски с признаками контрафактности. Изъято 2898 DVD-дисков. Также полицейские в 14 торговых заведениях пресекли реализацию спортивной одежды и обуви известных брендов с признаками контрафактной продукции. Изъято 52 комплекта одежды и 50 пар обуви. Розничную реализацию наручных часов сомнительного качества выявили и пресекли в Рязанском районе. Изъято 5 изделий сомнительного происхождения и качества. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Рейдовые мероприятия продолжаются. Автополицейские рассказали подробности аварии, произошедших за минувшие выходные дни. Сильный снегопад стал причиной большинства из них. Коммунальные службы просто не успевали за стихией. Рязанские дороги были заметены до самой воскресной оттепели. Подробности узнаете из сюжета. 19 декабря примерно в 10.55 на 68-м километре автодороги Клепики-Рязань 39-летний житель Чучковского района, двигаясь на автомобиле Рено, выхвал на пласу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Тойота. После чего, следовавший за иномаркой в попутном направлении автомобиль Нива совершил с ней столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия ехавший в качестве пассажира автомобиль Рено 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще четыре участника дорожно-транспортного происшествия с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения. Днем ранее, в пятницу, при столкновении легкового автомобиля с маршруткой пострадали 7 человек. Авария произошла на 68-м километре дороги Рязань-Спаск. Призанка на автомобиле Лада Гранта не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в пассажирскую газель. В результате пострадали трое несовершеннолетних. В воскресенье утром 20 декабря в Ряжском районе 23-летний водитель, управляя автомобилем марки Киэ, не справился с управлением и съехал в кювет. В автомобиле находилась несовершеннолетняя, которая во время движения не была пристегнута ремнем безопасности. И в момент опрокидывания вылетела через лобовое стекло из салона автомобиля. И была придавлена им. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Всех водителей сотрудники госавтоинспекции просят быть внимательнее. Из-за погодных условий ситуация на дороге требует повышенной осторожности. Кстати, о погоде. Новый год все ближе, а на снег и намека нет. Стоит ли ждать такого подарка от матери природы к главному празднику года, узнаем у Натальи Новиковой. В нашем регионе установилась не по сезону теплая погода. Среднесуточная температура воздуха не только значительно превышает норму, но и стала положительной, как обычно бывает в конце октября. Причина аномально теплой погоды – мощный атлантический циклон с центром над Баренцевым морем. Установился западный перенос. Не остывший еще вода океана подогревает воздух, и он быстро перемещается на континент. Сегодня, 21 декабря, уже в 12 часов дня московского времени, температура воздуха составила плюс 7,8 градусов. Это новый максимум сегодняшнего дня. Предыдущий был равен 5,3 и наблюдался в 1982 году. И в последние дни дневная температура будет близка к рекордным значениям. Возможно, их также побьет. Среднесуточная уже превзошла климатическую норму на 11 градусов, и эта цифра также увеличится. Норма у нас минус 7, минус 8, а по факту среднесуточная – плюс 4, плюс 5 градусов. В течение недели оттепель продолжится. Погода останется теплой и слякотной. За последнюю неделю года может накопиться значительная положительная аномалия температуры, что выведет декабрь 2015 года в число лидеров по теплу. Напомним, что самым теплым был декабрь 2006 года, когда средняя температура воздуха оказалась повсюду положительной и превысила норму более чем на 7 градусов. И это все новости, которыми мы успели поделиться с вами. Смотрите далее программу подробностей. Ну а День города прощается со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok